У нас есть отличный телескоп и фотографически способны, чтобы снять реальное фото, не анимацию. Я дам тебе это. Тебе надо это. Он говорит, что НАСА признает, что фотки все фейки. Но в то же время они делают живые видео из АСС, и они никак не признают, что это фейк. Это игра слов. Но, снова ты говоришь. Я имею в виду за гранью нормального, что правительство управляет, основываясь на лжи и вымогательстве. Зачем им врать нам? Как же пилоты, инженеры, что построили телескопы? Как же спутники, которых запускают в космос? Куда волны идут с твоего мобильного сельфа? Когда кто-то упомянул мне про плоскую зельфу, я даже не подумал задать эти вопросы. Я просто так, чувак, ты отсталый. Так что факт, что у тебя есть хорошие вопросы, которые нуждаются в ответах. Тебе надо посмотреть историю плоской земли Эрика Дюбея. Так ты говоришь, что я могу объяснить, я просто не доверяю НАСА. Я не знаю, что земля плоская или нет, или круглая. Я не знаю, на чем мы. Но я смотрю на это. Почему бы тебе не стать одним из людей Тесла, который заберет обычного человека в космос? Почему? Кто есть парень из свободной Америки? Ричард Брэнсон. Тот парень говорил 20 лет назад, полететь в космос. Потом Илон Маск заговорил. Давайте я сделаю предсказание. Это никогда не случится. Никогда не случится. Никто. Илон Маск, чувак со свободной Америки, никогда не сможет забрать с собой никого. Он имел... Что случилось с ним? Все исчезло. Леди Гага стала первой. Он посмотрел, куда бы мне применить это. Потом он сказал, твоя жопа находится внизу, потому что ты не лечишь в космос. Никто не может попасть в космос. Никто не собирается в космос. Так ты не думаешь, что астронаты были в космосе. Все фотки с Земли, с космоса, это компьютерная анимация. Так на что я смотрю с моего телескопа, как звезды и космос? Я не знаю это. Но когда ты смотришь на планеты, то они выглядят как свет. Это свет. Хорошо, снова мой зять работает на НАСА. Он работает на ареи в бюджетной топливе. Я не знаю, что это такое. Где бы ни находился Солнце, это фейк. Плоская Земля, все фейк. Это обман. Вот что они говорят. Я не верю ни одной слове, что они говорят. Они подделали посадку на Луну. И ты после этого веришь им? Так где находятся спутники на небе тогда? Нет ни одной фотографии спутники на небе. Но ты можешь видеть спутников на небе невооруженным глазом. Нужно увидеть. Хорошо. Покажи мне видео спутника на небе. Ты когда-нибудь был в Портленде? Или Монтана? Все фейк? Ты говоришь, это фейк? Нет, нет. В Северной Калифорнии? Там немного звукового света, как в Портленде. Монтана. Ты можешь даже увидеть звезды. Западно Техас. Ты можешь увидеть спутников голыми глазами. Они не НЛО. Хорошо, спутники должны быть размером автобуса. Ты можешь видеть их. Они должны быть размером автобуса. Боинг 747. Размером 5 автобусов. И когда они 3000 футов на воздухе, ты можешь еле видеть их как точку. Ты мне говоришь, что спутник размером автобуса, который сотни тысяч футов в воздухе, как пару милей наверху. Да. Стоп. Ты еще видишь, еще у них лампа есть. Так, ты думаешь, они НЛО? Слушай, быстро, я повторюсь. Спутник размером автобус. Не все спутники такого размера. Тогда что мы видим? Но мы берем среднего размера, а не как автобусы, как интернациональная станция большая. Давайте скажем, что спутники имеют размер Боинга 747. Хорошо? 747 летает на средней высоте 3000 футов. Они как точки оттуда. Насколько далеко спутники, ты думаешь, летают? Ты говоришь, мне их видно невооруженным глазом? Это не наука. Ты говоришь, спутники имеют излучающий свет? Нет. Нет такого светящего света, виден Землей. Нет, не видно, у них нету света. Ты можешь видеть их, что свет, что тогда, что я вижу, я вижу, что это хорошо снова. Хорошо. Не, не, как... Самолет из 3000 футов. Не, 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 как насчет этого? А спутник? 200 тысяч футов далеко. Ты говоришь, мне можно увидеть, где спускается свет? Нет, нету света? Тебе не надо свет. Ты можешь видеть, так можно отличить, так что это? Ты, мой мозг, что это? Мой мозг болит. Мой мозг болит. Сорвется. Энергия, она имеет луч света. Тогда что это? Матя Браво, миллионы людей там видели, спутники своими глазами. Что это? Как можно увидеть автобус с расстояния 200 тысяч футов? Я не знаю, как. Они не так далеко в атмосфере. Ты не можешь увидеть. Мы зашли в тупик, застряли. Я вам могу сказать, вот это. Ты должен, ты должен пойти туда. Там нет, ты должен пойти туда, там нет звукового света. Они там все летят по линии. Да, они все по очереди.